Здравствуйте, дорогие друзья! Мне чрезвычайно приятно быть в этой аудитории, в этом учебном заведении. Совет по внешнеоборонной политике имеет уже богатый и обширный опыт мероприятий в различных регионах. Мы только в прошлом году, у нас был большой проект на Северном Кавказе, мы посетили практически все республики там, субъекты федерации. Этот проект, о котором любезно было сказано, это вторая его часть, первая была в Калининграде. Мы специально выбрали для анализа совместного региональных проблем два субъекта Российской Федерации, которые не просто очень важны, но еще и во многом показательны. Чем отличается Калининград, понятно. Сейчас это вообще, можно сказать, форпост нашей страны в внезапно ставшем предельно недружественном окружении, враждебном, что там говорить. Республика Татарстан и Казань – это другое, чрезвычайно важное измерение, потому что если Калининград сейчас постепенно, наверное, к сожалению, будет больше про безопасность, то Казань – это, конечно, целый такой кластер развития во всех смыслах этого слова. Не только инновации, о которых здесь очень много говорят, но и в целом такая модель того, как в новых условиях, а эти условия надолго, они не имеют никаких внутренних предпосылок для того, чтобы быстро закончиться, как в этих новых условиях, совершенно по-другому. Можно и нужно развиваться, прежде всего ориентируясь на себя, но при этом ни в коем случае не впадая ни в какую изоляцию. Это, наверное, самая главная задача, которая стоит сейчас перед Россией в целом, ну и перед основными опорными ее регионами, в частности, а, среди прочего, конечно, Республика Татарстан. Ну, выбирая заголовок этого выступления, я самонадеянно решил заявить, что в результате нашей встречи вы поймете, кто начертит дизайн нового мира. Самонадеянно, потому что я сам понятия не имею, кто это сделает. И, в принципе, в силу событий прошлого года, когда, что там греха таить, большая часть нашего экспертного сообщества, вот в нашей сфере международной, политологической, была застигнута врасплох теми событиями, которые начались, у меня даже была такая мысль, был период некоторый, скажем так, ранней весны прошлого года, когда у меня было ощущение, что мне вообще лучше замолчать, потому что оказалось, что все, что я говорил до этого в течение нескольких месяцев, совершенно искренне и убежденно, объясняя, почему невозможно то, что произошло, оказалось просто неправдой. То есть, иными словами, я морочил людям голову, они меня слушали и думали, что я разбираюсь, а на самом деле вот оно как вышло. Ну, потом это чувство я в себе подавил, не потому что, так сказать, пришел к выводу, что я был прав, а потому что, в общем, где-то, в некотором смысле понял причину, поскольку в этом положении оказалось довольно много коллег, я не знаю, может быть, в этом зале были прозорливые люди, которые, так сказать, понимали все с самого начала, но многие, очень многие, большинство из круга нашего общения, самых утонченных ценителей политических процессов, не предсказывали того хода событий, который начался. И произошло это, на мой взгляд, по той причине, что мы все недооценили масштаб происходящих изменений, не изменений в российско-украинских отношениях или там ситуации вокруг Донбасса, или даже отношений между Россией и Западом. Об этом много говорилось, но тоже, конечно, как мы теперь понимаем, многое мы не доучли. Но дело в другом. Дело в том, что, живя в какую-то эпоху, а что такое жить в эпоху? Ну, это рутина, в общем-то, ведь, находясь внутри событий, далеко не всегда можно их оценить. Это потом уже в учебниках пишут, значит, что это, оказывается, была революция, или это был распад Римской империи. Те, кто жили в эпоху распада Римской империи, который, как известно, продолжался несколько столетий, они понятия об этом не имели, и очень удивились, если бы мы это сказали. Равно как, ну, революция немножко другое дело, там бывает, так сказать, очень наглядно, но и то, вот масштаб перелома ощущается изнутри гораздо менее рельефно, чем потом это уже становится частью исторического описания. Так вот, мы, ну, люди вот моего поколения, в зале большинство людей все-таки явно моложе, но люди моего поколения и старше, так сказать, выпускники последнего периода Советского Союза, вроде бы должны были бы привыкнуть к переменам. Потому что действительно, вот, ну, если говорить обо мне лично, то моя жизнь поделилась уже теперь, к сожалению, не поровну, но почти еще, та, которую я прожил в Советском Союзе и закончил там учиться, как раз в 91-м году я закончил МГУ, это было за, ну, фактически за два месяца до того, как та страна де-факто перестала существовать, де-юре она перестала существовать через там 8 месяцев, а де-факто уже летом, 91-го года. И, конечно, будучи студентом в конце 80-х годов, я был свидетелем и в некоторой степени небольшой участником тех совершенно феноменальных перемен, которые тогда стали происходить. Перемены внутри СССР и перемены на международной арене, которые сначала, ну, сначала вроде бы как были просто очередной разрядкой, оттепелью, а потом оказалось, что это просто окончание той системы международных отношений, которая была до этого. Чисто психологически, вот лично для меня, и я думаю, что для довольно многих моих сверстников, это был, конечно, совершенно замечательный период. Период, когда, во-первых, было ощущение, что начинается что-то не просто совсем другое, а что-то качественно лучшее, чем было. Вот эта вот открытость, это уход идеологии, которая уже казалась большинству людей, что он бессмысленный. Возможности, которые вдруг появлялись от читать книги и смотреть фильмы, которых раньше не было, до просто поехать учиться в другую страну, что было чрезвычайно затруднительно в Советском Союзе. Возможно, но очень сложно. Это на глазах стало меняться. Но дело даже не в этом. Сама атмосфера, которая тогда воцарилась, она очень как бы стимулировала оптимизм исторический. Это вот сейчас мы смотрим на этот период в ретроспективе. Это вот как с распадом Лимской империи. Мы-то знаем, что это был ее распад, а те, кто жили, думали, может, это наоборот новый рассвет. Вот сейчас мы смотрим на это время, как на фатальный терминальный кризис советской системы, который привел к ее обвалу, а за ее обвалом последовало очень много других событий, которые привели нас к тому, что мы имеем сегодня. И еще неизвестно, чем это все закончится в итоге. Но на тот момент это воспринималось совершенно наоборот, что вот наконец-то мы избавляемся от отжившего и обретаем что-то новое и светлое, и главное правильное направление развития, в отличие от той деформации, которую наша страна пережила в 20 веке по целому ряду известных всем причин. Почему я вспоминаю сейчас вот это все, не потому что придастся ностальгии о своей юности, а потому что на самом деле вот этот вот момент, конец 80-х, начало 90-х годов прошлого века, содержит в себе в концентрированном виде все то, что в результате привело к событиям сегодняшним, а сегодняшние события, ну, скорее всего, как раз-таки определят, кто начертит дизайн нового мира. Вот буквально на прошлой неделе была официально принята, подписана президентом новая концепция внешней политики Российской Федерации. Новый документ, который принимается регулярно, по-моему, это пятая концепция вот в 21 веке, то есть после 2000 года. Ожидалось, что она будет выпущена раньше, но в силу крупных изменений, так сказать, ее задержали. Документ интересный с точки зрения осмысления, там много чего можно найти, и со многим можно согласиться или не согласиться, но самая главная мысль, самое главное положение, которое там содержится, и которое качественным образом отличает этот документ от четырех его предшественников с 2000 года, это констатация того, что Российская Федерация есть самобытное государство-цивилизация. Такого самоописания у нас никогда не было. Ну, я думаю, если вы международники и политологи, то вы хотя бы поверхностно знаете и слышали о существовании цивилизационного подхода, который, значит, имеет определенную интеллектуальную традицию, корни его уходят там в Тойнби, Хантингтон, в нашей традиции это отчасти евразийские мыслители, которые видят мир как совокупность цивилизационных общностей. Я сейчас не собираюсь вдаваться в глубокий анализ, это совершенно другая тема, и вряд ли я компетентен, чтобы квалифицированно это делать. Ну и, кроме того, цивилизация – это, конечно, не точное определение, и не юридически, и даже культурологически. Это описательная вещь. Каждый может, в общем, вкладывать в это свой смысл, что и делают. Отсюда любое появление дискуссии о цивилизации вызывает очень много негативных реакций, что, ну вот, придумали какую-то химеру, а теперь начинают. Ну, это другой разговор, это другая тема. Для меня понятна одна вещь, которая относится к пониманию, к тому, что такое цивилизация, как ее не трактует. Цивилизация самодостаточна. Ну, вернее, она хочет быть такой. Тот, кто себя позиционирует как цивилизацию, исходит из того, что вот мы сами в себе, нам, собственно говоря, больше-то никто и не нужен. А это означает, в свою очередь, кардинальный разрыв с той традицией внешнеполитического позиционирования, которое было у нашей страны вот ровно с тех времен, с которых я начал, с конца 80-х годов. Почему? Потому что с конца 80-х годов, с того момента, когда Михаил Сергеевич Горбачев в 86-м году объявил концепцию нового политического мышления, наша страна всегда ставила цель куда-либо интегрироваться, то есть стать частью чего-то большего. Суть нового политического мышления, которое было, наверное, последним по времени таким крупным идеологическим прорывом в нашей стране, прорывом, я имею в виду, который, вот как бы, захватил весь мир, суть его состояла в том, что Горбачев в речи на 27-м, по-моему, съезде КПСС впервые объявил о том, что основой международной политики являются не классовые ценности, что было раньше всегда в советской традиции, поскольку в ее основе лежал марксизм, он рассматривал мировой прогресс как движение, как взаимодействие классов. Так вот, Горбачев сказал, что не классовые ценности являются основой политики, в том числе внешней политики, а общечеловеческие ценности, то есть нечто общее для всех, что должно объединять, и вот на этой основе надо преодолевать конфронтацию, заканчивать холодную войну и так далее. Идея была чрезвычайно хороша, своей, так сказать, устремленностью к позитиву. В нее, надо сказать, мало кто поверил сначала на Западе, потому что многие сказали, это еще был 1986 год, это еще такая перестройка только-только раскочегаривалась. Многие считали, что это уловка, что это очередной хитрый трюк советских коммунистов, они сейчас вот убаюкают нас своими песнями сирен, а потом как, значит. Через некоторое время западные лидеры с некоторым изумлением стали понимать, что нет, это не убаюкивание, это вот он действительно имеет в виду, Горбачев. Что было очень странно, потому что это означало отход от принципов, на которых строилась международная политика на протяжении нескольких десятилетий. Никто не ожидал от советского руководства вот такого вот, ну сейчас бы сказали, мы прекрасно души, а тогда, ну, некого полета, что ли. Так вот, поскольку общечеловеческие ценности были провозглашены основой и для нас тоже, из этого вытекало и дальше во всех инкарнациях, которые были, и поздний Советский Союз, Россия при разных периодах, разных руководителях, всегда имелось в виду, что Россия, сначала СССР, а потом Россия, должны встраиваться в какие-то крупные общности. Это по-разному. Естественно, дальше начинались всякие нюансы. Горбачев и его соратники полагали, что эти общности мы будем строить вместе. Такой, значит, вот общечеловеческий, а более конкретно европейский дом, в котором Советский Союз и Запад выступят уже не как противники, а как, так сказать, соархитекторы вместе будут строить вот это вот новое сооружение, новое. Вот это очень важно. То есть Горбачев, какой бы он ни был, там прекрасно душный, там идеалист и так далее, или как угодно можно характеризовать, но он все-таки был главой сверхдержавы. И представить себе на тот момент, при всех проблемах, которые сверхдержава испытывала, представить себе тогда, что эта страна будет вписываться в какую-то конструкцию, где уже определены правила кем-то, а мы должны их как-то вот им соответствовать. Этого никто не мог, даже самые розовые сторонники перестройки и гласности, ну для них это было совершенно невозможно, ну это объективно было невозможно. И вот эта идея общеевропейского дома, а он должен был стать прообразом мирового, она предусматривала, что мы как бы закрываем ту страницу, которая была, конфронтация, два блока, мы поняли все, что это плохо, неправильно и совершенно ведет не туда, а дальше мы вот это вот откладываем, наследие, и начинаем сооружать вот новое. Ну, а теперь уже вот сегодня понятно, что это было абсолютной утопией с самого начала. Никто ничего нового сооружать с Горбачевым не собирался. И в тот момент, когда поняли, что он всерьез, то в общем его, конечно, очень поддержали, и период там 89-90 год, 88-90, наверное, это, ну, я думаю, что ни один руководитель нашей страны ни в какую эпоху не был столь популярен в мире, как Горбачев в конце 80-х годов. Абсолютно феноменаль, горбимания, вот этот феномен и так далее. Ну, понятно, почему. И дело ведь, и дело не только в том, что Горбачев, значит, так расчистил дорогу гегемонии США. Я думаю, что опять же, вот в тот момент еще никто даже помыслить не мог, что она прям вот возьмет и наступит. А дело заключалось в том, что мир к тому моменту зашел в тупик. Не Советский Союз, Советский Союз само собой, там были свои проблемы. Мир в целом переживал чрезвычайно неприятный момент. Все. Соединенные Штаты после вьетнамской катастрофы, после Оттергейта, позора внутриполитического кризиса, после чрезвычайно неудачного президентства Джимми Картера, позорного, потому что там был кризис с Ираном, захватили заложников, пытались освободить неудачно, ну и так далее, и так далее. То есть, как бы такая череда некоторых унижений, поражений и унижений. В качестве лекаря пришел Рейган, он начал поднимать самооценку, но одновременно это была жесточайшая, совершенно антисоциальная драконовская экономическая политика, от которой все выли, отказ от последних завоеваний трудящихся и так далее. В Европе было примерно то же самое, период так называемого евросклероза, когда европейская интеграция застряла и застопорилась. Непонятно, куда дальше идти, везде экономические проблемы, в Англии вообще просто кошмар. Там приходит Тэтчер, такой Рейган, точнее, раньше Рейгана пришла, женщина без чувств и эмоций, которая тоже начинает просто железную руку искоренять все социальное ради того, чтобы санировать экономику. Весь мир, вот куда ни, везде ощущалась какая-то исчерпанность, вот куда, вот что-то, что-то должно произойти, но непонятно, что, куда дальше идти, значит, всякие искания альтернатив, появилась экология как политическая альтернатива, левые ищут чего-то нового, ну и так далее, и так далее. В Китае, кстати говоря, к этому моменту тоже первичный успех реформ стал приводить к внутренним противоречиям, не очень понятно, вот как их разрешать, экономическая либерализация, политическая, наоборот, и так далее. В общем, так себе. И тут приходит Михаил Сергеевич, который говорит, что, а я знаю, как надо, а надо вот так, надо вот, чтобы все вместе, дружно и к светлому будущему. И вдруг оказалось, что вот этого-то и не хватало всем. И сказал, ой, точно, и холодная война начала, так сказать, сворачиваться. Ну, понятно, что у Советского Союза, не надо считать Горбачёва совсем уж таким идеалистическим дурачком, понятно, что он унаследовал в чечне тяжелейшую ситуацию, когда советская экономика и общество уже не очень-то могли нести бремя холодной войны, которая к тому времени накопилась, надо было как-то из этого выходить. То есть, в этом была рациональность в том, что он делал и его соратники. Но вот та оболочка, которую предложили, она оказалась вот такой. и тут вдруг всё как-то заиграло новыми красками. Вот самый яркий пример, что ли, вот эта вот неолиберальная экономическая линия Рейган, Тэтчер и прочее, которая многими воспринималась, ну, как необходимая, вот санация экономики там нужно, что делать, ну, в общем, никто в этом не видел никак ничего хорошего. Это совершенно жестокая антигуманная антисоциальная линия. И так её и воспринимали. Надо, но... Так вот, в этих новых условиях, когда вдруг оказалось, что холодная война сейчас закончится, потому что мы теперь все общечеловеки и будем двигаться в единое, и вот эта вот идеология из тяжёлой оздоровительной меры превратилась в светлое будущего человечества. То есть вот, вот куда, вот рынок свободный убрали, коммунисты, значит, обанкротились, они поняли, свободный рынок, не надо всех этих ограничений, он сам всё решит, демократия и так далее, и так далее. И вот это, конечно, было поразительно. Ну, а когда уже начались настоящие сдвиги, конец раздела Европы, падение Берлинской стены, уход Советского Союза из Восточной Европы, добровольный, без, так сказать, особых условий, ну, тогда вообще, что называется, жизнь удалась. Оказалось, что, то есть они сами, они русские, они сами всё поняли, и даже воевать не пришлось. Воевать-то боялись, а тут соперник ушёл с ринга, выбросив полотенца, признав правоту другого боксёра. И да, вот именно правоту, вот это вот очень ключевой момент, что если бы одна из сторон Холодной войны победила силой, ну, бывает в истории, не дай бог, конечно, если бы вспыхнула война, наверное, нас бы уже не было, но так или иначе была бы одержана победа военной силой. Ну, бывает, вся история, это чьи-то победы, чьи-то поражения. Ну, да, потом, как всегда в истории получается, тот, кто проиграл, начинает, так сказать, извлекать уроки и перегруппироваться, наращивает свой новый потенциал и потом опять, значит, начинает выяснять отношения. Это как бы норма. Но в случае с концом Холодной войны получилось очень нестандартно, потому что войны-то не было в итоге, как бы не до война такая. И закончилась она не подписанием мирного соглашения, установлением новой иерархии сил в мире. Как всегда, любая война мировая или крупная заканчивалась, фактически самое главное это установлением иерархии, кто главный, кто не главный. Главный устанавливает правила, не главный соблюдают. До того момента, пока главный может это навязывать. Потом главный ослабевает, начинается по-новому. А здесь война закончилась за неявкой соперника и та сторона, которая сочла себя победившей, пришла к выводу, что она победила не потому, что она сильней, а потому, что она права. Ну, вот, все, была битва блоков, в которой ключевую роль играла идеология и вот в этой и действительно идеология придавала очень существенное содержание холодной войне, потому что ведь дело было не только в том, кто сколько частей мира отхватит. Советский Союз и Соединенные Штаты, ну, там, или Западный мир предлагали человечеству разные пути развития, разный способ организации государства и общества. Это было принципиально. То есть, одно дело, когда ты боишься просто военного поражения и победы противника, а другое дело, когда, значит, предполагалось, по крайней мере, в теории, что если победит Советский Союз, то, условно говоря, в штате Айова будут колхозы, а если победят Соединенные Штаты, то в городе Сызрань будет валютная биржа. Ну, как мы знаем, в итоге валютная биржа в Сызране появилась, а колхозов в Айове пока нет. Но суть в том, что это был вопрос о разной организации жизни для человека, просто, каждого человека конкретно. И это придавало очень мощный элемент, помимо там военно-политического и все прочее. И вот тут оказалось, что одна из систем просто капитулировала, она признала себя неправильно, все, мы все. Еще вытекает, что другая-то и есть правильная, а другая как раз правильная. Не потому, что она сильнее, она правильная. В моральном смысле, в этическом смысле, в идеологическом смысле, ну и, естественно, в политико-экономическом тоже. И вот это вот ощущение правоты собственно создало тот феномен, последствия которого мы сейчас разгребаем, я уж не знаю даже чем, уже даже не ложками и не половниками, а какими-то другими емкостями. Это уверенность, что раз мы правы, ну, значит, тогда, собственно, а чего тогда стесняться-то? Мы же правы, поэтому кому надо, объясним, как надо, а кто упорствует, ну, придется как-то решать вопрос, потому что они же как бы сами не понимают своего счастья. Я утрирую, понятно, все на самом деле гораздо сложнее, но схема такова. И вот это вот самое уже набившее оскомину и невозможно уже произносить слова конец истории, но, к сожалению, действительно была метафора, придуманная Фрэнсом Фукуямой, которая определила несколько десятилетий международной политики. Только сейчас мы приходим к тому, что, в общем, все, конец истории кончился, а начало истории началось. Так вот, возвращаясь, собственно, к основной мысли, все эти десятилетия Россия стремилась к тому, чтобы стать частью некой большой системы. Назывался она, могла называться по-разному, от большой Европы до глобальной экономики, как угодно, но это всегда ставилось в качестве задачи. Если вы посмотрите концепции внешней политики более ранее, там это так или иначе всегда прописано. И Россия подчеркивала не свое отличие, а свое, наоборот, сходство с остальными. Там относительно недавно, там, 10 лет назад формулировки, от которых мы сейчас просто содрогаемся уже, что Россия это часть общей европейской цивилизации со своими корнями. В общем, казалось бы, вот только что это было, а уже... Так вот, нынешний документ, он знаменует собой черту под этим периодом. Россия больше никуда интегрироваться не будет. Не хочет, не будет, не сможет, как угодно. Но здесь это отдельно долгая дискуссия, что здесь фантазийно, что здесь реально, фантазийно, в этой концепции много, надо сказать. То есть заявлены очень светлые цели, совершенно непонятно, как они могут реализовываться, там, я не знаю, бурное технологическое развитие и мощный экономический рост в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, это прекрасная задача, но абсолютно неясно, как это реализовывать. Впрочем, справедливости ради, скажем, что этот документ, в отличие от предыдущих версий, он, конечно, прежде всего идеологический, он не прикладной, он определяет направление. Как бы то ни было, но вот эта постановка вопроса, что мы самоценны, нам, в общем-то, никто не... то есть мы готовы сотрудничать со всеми, кстати говоря, со всеми, и неважно, те, другие, нет ограничений, если нужно, а если не нужно, то и не нужно. В некотором смысле это перекликается с посланием президента федеральному собранию несколько месяцев назад, если кто помнит, оно было довольно любопытное, все ожидали, ну, на фоне событий происходящих, что это будет какой-то гневный отлуп западу в очередной раз, а в послании основная мысль была, я, опять же, утрирую, вы понимаете, что я не цитирую Владимира Владимировича, основная мысль была очень простая, да идите вы лесом все, у нас есть то, у нас есть все, мы можем это, мы можем это, хотите будем сотрудничать, не хотите, да хотите делать что угодно, нам все равно. Честно говоря, это многих удивило тогда, потому что все ждали, что вот сейчас он там разложит новый миропорядок, а там, в общем, содержалась мысль примерно такая, что ну миропорядок и миропорядок, как нам какая разница, мы, мы вот, мы развиваем себя, а дальше уже, ну опять же, тут много можно хихикать о том, что мы-то развиваем, а миропорядок придет потом, но на самом деле, сама постановка задач, постановка цели и в послании, и в этой концепции, она вот именно такая, что мы способны на все сами, в идеале, конечно, чем больше сотрудничества, тем лучше, но если нет, значит, и... Ну, вообще, посмотрите, этот документ, он любопытный, там много новаций, там, например, впервые, вот, все-таки, европоориентированность у нас всегда была с горбачевских времен, да, на самом деле, и раньше еще, была такой вот константой, лейтмотивом. здесь отсутствует даже понятие Евросоюз, или там что-то, там раздел называется Европейский регион, ну, это как бы вот, ну, это тоже Европейский регион, и они Европейский регион, и Молдавия Европейская, ну, в общем, все что угодно. Что это значит с точки зрения той темы, которая заявлена? События прошлого года не стали переворотом мировым. При всей драматичности этих событий и существенной степени потрясения, которую мы испытываем и с самого начала, и до сих пор, все то, что стало происходить и в мире, не возникло 24 февраля 22 года. Это был выплеск под мощным каталитическим влиянием российской военной операции, но выплеск того, что накопилось сильно ранее. Конечно, серьезнейшим таким моментом, толчком была пандемия. Я вот совершенно люто ненавижу конспирологию никакую, и всегда очень раздражаюсь. Но, честно сказать, теперь уже, когда смотришь в перспективе на вот эту вот цепочку событий последних пяти лет, тут начинаешь задумываться, что, конечно, пандемия стала такой идеальной прелюдией к тому, что вот дальше стало происходить, что если верить в то, что все-таки есть сила, которая миром управляет, то задумаешься, а не нет. Я не верю в том, что есть такие силы, поэтому отметаю это, но выглядит очень подозрительно. Пандемия показала одну очень интересную вещь, это мы все помним, это недавно, еще было, три года назад. До нее считалось, что глобализация это вот она есть и все. Ну все, ничего уже, ничего другого не может быть. Внутри нее могут происходить любые события, но сама она объективный исторический процесс. Не социальный конструкт, а именно объективный процесс. А значит, нравится, не нравится, как Путин говорит, значит, придется как-то к этому приспосабливаться. и это в таком убеждении жили все, в том числе и антиглобалисты, которые ненавидели, боролись и так далее, но у них не было альтернативы. Собственно, они боролись за то, чтобы эту самую глобализацию, ну как они-то, не знаю, смягчить, очеловечить, но не более. То есть необратимый объективный процесс. В марте 2020 года в течение примерно полутора недель оказалось, что этот процесс можно просто взять и выключить в глобальном масштабе. Просто выключить. Когда пошла паника по поводу ковида, все страны по очереди начали захлопываться. Ну, мы это все хорошо помним, как это происходило. Мы еще захлопнулись не первыми, надо сказать. Россия довольно долго раскачивалась, а Европа там и прочее. Быстрее. В течение, ну, максимум двух недель мир весь схлопнулся. И что? А ничего. И вот это стало потрясением, на самом деле, потому что, ну, как это, глобализацию выключили, все должно было рухнуть, а оно не рухнуло. То есть мир не рухнул. Да, возникло огромное количество проблем, конечно, у стран, у людей, но в целом функционирование мировой системы продолжилось. Так иначе перестраиваться начали и прочее. И в этом смысле, да, и тогда уже, кстати, довольно быстро стало понятно, вот, еще одну важнейшую часть, что закрываются все одновременно, потому что, ну, как бы общая угроза, тут кто первый, кто запоздает, тот больше пострадает. Но открываться будут по-разному, каждый по-своему. Уже это будет не общий процесс. Одни сочтут, что надо открыться, другие, что не надо, третий, что приоткроет, а здесь нет. И так далее. То есть, вот эта вот синхронность и универсальность оказалась под сомнением. На этом фоне то, что произошло в прошлом году, когда мир просто разломился, причем он разломился по тем точкам, которые считались самыми главными связующими международную систему, вот эта, например, взаимозависимость, теснейшая экономическая России и Европейского Союза. Эта взаимозависимость казалась абсолютно нерушимой по той причине, что она идеально выгодна была обеим сторонам. Ну, просто вот, как это называется, комплементарность полная, взаимодополняемость. Этим дешевое сырье, другим большие деньги за не очень большой труд. Шикарно! Чего еще надо? Слава Богу, вот как с начала 70-х годов пошло, так вот оно и... Советский Союз, правда, на этом во многом шею сломал, потому что, как бы, возникновение этой связи, оно повлияло намного. Но с экономической точки зрения это было совершенно идеально. и поэтому считалось, что, ну, что, совсем шли с ума сошли вот это вот рвать. Да, сошли. А может быть, не сошли. Может быть, наоборот, вот назрело и уже не... Ну, как бы, перестройка была неизбежной, просто как бы повод ее, ну, к такой или секунду. Короче говоря, то, что было абсолютно невероятно в феврале 22-го года, там, к ноябрю, когда взорвали северные потоки, стало ну, в общем, очевидностью. Оно случилось. И чем это... Ведь вопрос не только в противостоянии, там, России и Запада. Это само собой. Гораздо важнее, что мир, благодаря этому, начал быстро делиться на части. вот сейчас как? Кто покупает российскую нефть, а кто не покупает российскую нефть? Это начинается размежевание. Да, понятно, серые танкеры, там, Shadow Fleet, турецкий хаб, который будет продавать якобы азербайджанский газ, который на самом деле российский. Это все понятно. Это неизбежно, это будет продолжаться. Но в целом вот это вот концептуальное размежевание, оно происходит. Вот сюда идут русские, а сюда идут нерусские. Или, вернее, сюда русские не идут. И получается, что в некотором смысле то, что казалось абсолютно нерушимым и даже в холодную войну не страдало, например, вот глобальный рынок энергетики, глобальный рынок нефти, он начинает фрагментироваться фактически. Это абсолютно фундаментальный сдвиг. Но не говоря уже о том, что когда началась вот эта вот уже борьба окончательно без правил со всех сторон, оказалось, что многие оценки не оправдались. Мы хорошо знаем, какие наши оценки не оправдались, к сожалению, но очень сильно. Но и оценки наших противников не оправдались гораздо в той степени, в которой они совсем не ожидали. То есть российская экономика, которую все считали какой-то убогой, она казалась настолько устойчива, что даже китайцы немножко разочарованы нашими военными успехами, зато совершенно потрясены тем, как Россия держит удар экономический. И у них есть подозрение, что они как раз экономического такого не выдержат. По крайней мере, на данный момент. Ну и так далее. Короче говоря, вот эти все события, все это накопилось. Кризис внутри глобализации начался не с Китая, не с России, не с Ирана. Он начался с того, что избиратели в Соединенных Штатах как манну небесную воспринимали слова Трампа, что нас собирают китайцы нас собирают арабы, нас собирают русские, немцы. Поэтому надо все это к чертовой матери, всю эту глобализацию. И оказалось, что половина населения с ним согласна пламенно и говорит, да, да, наконец-то. Ну и так далее. То есть, ну или тот же Brexit, ровно то же самое. И поэтому мы вступили в новый мир, который был хорошо подготовлен, просто мы этого как-то то ли не замечали, то ли не хотели видеть. Возвращаясь к самому первому моему тезису, мы никто не оценили, что это действительно кардинальный сдвиг всей мировой системы. Гораздо более кардинальный, чем случился на рубеже 80-х, 90-х годов. Потому что тогда произошел не слом, произошел уход одной составляющей, очень важной, да. Но модель сама осталась. И ее попытались, ну как, перелицевать, от двухполярной системы к гегемонии. На какой-то период это даже было довольно успешно, но потом быстро стало сдавать. Институциональный дизайн мира не изменился в 91-м году. Он сохранялся до сего времени, и на эти институты стремились полагаться, управлять через них. Сейчас понятно, что они больше не работают. И вот это и есть тот сдвиг, тот слом, который войдет в учебники как переломный момент. Не 91-й и не 89-й год. Но это моя гипотеза, я могу ошибаться, но мне кажется, что как раз период вот этих 35 лет это был шлейф холодной войны и угасания, и попытки трансформировать ту систему во что-то удовольное в новое время. А сейчас все, та система закончилась. Даже относительно Организации Объединенных Наций есть большие сомнения, что она в том виде, как она существует, будет существовать всегда. Она все-таки отражала очень определенную международную обстановку. Конечно, Россия сделала очень большую ставку. вот у нас по телевизору в пропаганде все время говорят, вот нам бросили вызов, нам бросили. На мой взгляд, что мы стесняемся-то? Какая-то такая непонятная застенчивость. Это мы бросили вызов в кои-то веки. Да, бросили вызов и сказали, что все, так больше не будет, а если вы не понимаете так, по-хорошему, то вот по-плохому. Дальше отдельный разговор. Бросить-то бросили, а насколько рассчитали, что-то, так сказать, все ли учли. Это отдельный разговор, очень длинный, когда-нибудь, я надеюсь, он состоится. Но структурно Россия выступила в роли, так сказать, тарана, который сказал, все, мы эту систему больше не терпим. И это стало неожиданностью. Но еще больше неожиданностью стало то, что оказалось, что в этом ее порыве не в стремлении разобраться с Украиной, а именно в порыве против гегемонии Россию готовы, если не поддержать, то с ней отчасти солидаризироваться очень многие страны мира. Вот это, пожалуй, стало одним из главнейших итогов прошедшего года, что Соединенным Штатам не удалось, несмотря на довольно благоприятные условия для них, привлечь в антироссийскую коалицию никого, кроме своих формальных союзников, кроме тех, кто связан с ними обязательством. Весь остальной мир сказал, нет, спасибо, мы сами разберемся. Значит, ли это, что они поддерживают Россию и поддерживают нашу специальную военную операцию? Нет, конечно. Мнение разное, это вы, наверное, знаете и без меня оценки в разных странах весьма разнообразны, вплоть до очень негативных или умеренно позитивных, неважно, это не главное, поддерживают не то, что Россия делает, а то, что наконец-то нашелся кто-то, кто сказал, что все хватит, достали. И вдруг очень многие скажут, да, действительно достали, ну правда достали. И мы видим, что у гегемона, который очень силен, ну понятно, но не хватает ресурсов, чтобы это переломить. И это очень удивительно на самом деле, потому что я изначально довольно скептически относился к тому, что России удастся, так сказать, сохранить вот эту большую группу, но опять же, если не сочувствующих, то нейтральных. Но оказывается, при всех обилии возможностей у США не получается этого сделать. Что это значит с точки зрения чертежа дизайна нового мира? На мой взгляд, это значит то, что дизайн этого нового мира будут чертить все, ну или, скажем так, очень многие. Это, наверное, самое существенное отличие от наших ожиданий, потому что, ну да, про многополярный мир мы все время говорили. Но, скажем, прямо с момента появления этой метафоры, а ее ввел в оборот Евгений Максимович Примаков, покойный, крупнейший наш внешнеполитический деятель и мыслитель позднесоветского и российского времени. Но, конечно, когда он это ввел в 96-м, что ли, году, никто вообще говоря не задумывался, а что это такое за многополярный мир? Речь шла о другом против доминирования одной страны. Мы не за чего-то, что мы будем строить, а против того, чтобы один игрок определил, против гегемонии. И он настал, этот многополярный мир. Вот он, здесь, даже уже гегемон это признал. И дальше выясняется, ну, наверное, некоторым неприятное, что сам по себе многополярный мир не решает ни одной проблемы, зато создает мног других, а самое главное, непонятно, а как он будет вообще функционировать. И это действительно непонятно, потому что мы все-таки, ну, из-за инерции мышления, мы исходили из того, что многополярный мир – это, ну, как я не знаю, европейский концерт 19 века. Там, некоторое количество крупных стран, которые между собой… А что мы сейчас видим? Сейчас мы видим, да, некоторое количество крупных стран, которые как-то там трепыхаются и чего-то пытаются кто-то навязать, кто-то, наоборот, отвязать. А еще мы видим страны, которые раньше никто в упор не видел, в серьез не принимал, вдруг выясняется, что они играют очень существенную роль. Ну, самый яркий, очевидный, всем уже известный пример – это Турция. Вот посмотрим, конечно, через месяц удержится ли этот великий человек на посту, не знаю. Но планка, до которой он поднял Турцию, это поразительно. То есть, конечно, это пузырь. Это как бы в отрыве от реальных возможностей, но зато как красиво. То есть, это фактически мировая держава на данный момент по очень многим направлениям. Ну и так далее. То есть, вы можете найти огромное количество стран, включая такие крошечные, как какой-нибудь Катар, прости господи, население меньше Литвы, однако же играет некую мировую роль. Не определяющую, но заметную, присутствует. Благодаря Газу, благодаря деньгам, благодаря Аль-Джазире, благодаря хитрой политике, кому чего рассовать. Такое невозможно было представить себе еще недавно. Ну, Саудская Аравия, которая вдруг отвязалась и перестала слушать указания главного партнера и так далее. В этом есть плюсы, то есть вот эта среда, она неуправляемая, а мы, как держава все-таки не доминирующая, нам-то выгоднее, чтобы меньше управляли, потому что если управляют, то те, кто против. Но, с другой стороны, выстраивать политику в этой среде чрезвычайно трудно, потому что непонятно, как это делать. Ну, надо признать, что Россия научилась за предшествующие периоды проявлять довольно большую гибкость. Ближний Восток, например, политика на Ближнем Востоке, это пример до последнего времени, по крайней мере, пример невероятных умений выстроить отношения буквально со всеми. Сейчас сложнее, потому что в условиях, когда приоритет у России один и он не сопоставим ни с чем другим, там все это как бы усложнялось. Но вот в период десятых годов Сирия и все остальное, это вообще в учебниках надо описывать, вот эту талантливую политику, сочетание умеренного применения силы, дипломатических контактов, денег, связей, замечательно. И сейчас, да, сейчас с этим всем сложнее стало, но опыт есть. И в этом смысле еще одна, наверное, положительная сторона той самой цивилизации, которую мы себе поразглашаем, заключается в том, что цивилизация, которая никуда не интегрируется, она соответственно, в общем-то, и не ориентируется на какой-то жесткий круг союзников. У нее, ну, это вот избитая цитата про то, что нет вечных врагов, есть вечные интересы, это, конечно, тоже не так, и интересы меняются, и враги бывают очень устойчивые, но в некотором смысле вот эта вот цивилизационность, она дает больше простора, потому что мы в себе, мы самодостаточны, сегодня мы с этими, завтра с теми, ну, желательно, конечно, никого не кидать, это вообще не рекомендуется, а в остальном, ну, что, такая жизнь, собственно говоря, та же самая Турция, вот, ярчайший пример того, как можно строить отношения со всеми, не быть при этом ни с кем, но вроде как ни с кем фатально и не ссориться. Опять же, вот очень интересно, что будет, если, прости господи, значит, товарищ Эрдоган убудит политической арены, что сохранится, я думаю, что это не будет разворотом, кто бы ни пришел, уже все, уже Турция другая и мир другой, то есть никакой там южного фланга НАТО и все уже не будет. Так вот, значит, в этих условиях мы, конечно, вступаем как страна, как цивилизация, мы вступаем в совершенно новый этап, который в значительной, большей степени зависит от внутреннего развития, чем от любого внешнего позиционирования. опыт специальной военной операции в мире оценивается очень по-разному, скажем так, мягко, неоднозначно. Ну, мы и сами понимаем, что он тоже неоднозначный. Но главным результатом, необходимым результатом, критерием успеха является не занятия тех или иных территорий. Ну, конечно, что там говорить, чем больше займем, тем лучше, вообще-то. Но не в этом счастье. Счастье в том, что Россия имеет возможность продемонстрировать и демонстрирует пока способность выстоять в самом жестком противостоянии с самыми сильными игроками. это очень дорогого стоит. Это дорогого стоит во всех смыслах. Это нам всем дорого будет стоить, безусловно. Но и с точки зрения капитала, который страна обретет на международной арене, это, в общем, бесценно. Если это произойдет, если устойчивость, которую мы демонстрируем, во-первых, сохранится, укрепится и качественно покажет, что Россия способна успешно развиваться в любой ситуации. ничего вы с нами не сделаете. Вот это самый главный результат, вне зависимости от того, какой процент чьей территории где окажется. Спасибо.